Если мужчина устал от жены, от детей, то ему нужно общаться с мужчинами, с друзьями. То есть ему, ну, общение с мужчинами, вот если женщина общение, это эмоциональное общение, ля-ля-ля-ля-ля, то с мужчинами лучше всего это волейбольчик, там, ну, какие-то спортивные мероприятия, просто беседа такая добрая, там, на природе, допустим. Ну, что-то, мужчина не может просто разговаривать, ему нужно что-то делать. Можно куда-то погулять, сходить там, вот. Ну, и так далее. Лучше не на охоту, конечно, кого-то убивать там по дороге. Вот, ну, просто волейбол, там, спортивные игры какие-то, спортзал, баня, там, и так далее. Вот такое, общаться с мужчинами в такой атмосфере доброй. Можно вместе собраться, покушать, там, ну, просто вот так. Понимаете, проблема заключается в том, что сейчас, вот что произошло с людьми за последние сто лет? Произошло следующее. И это дало вот колоссальную силу для разводов. Произошло следующее. Понимаете, люди как раньше жили? Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Понимаете, то есть люди жили большим сообществом. Понимаете, они были друг с другом в очень тесном контакте. Сейчас работа, дом, телевизор. Работа, дом, телевизор. Я когда в Сан-Транциско приехал, я смотрю, на улицах людей нет. Я говорю, где люди? Мне говорят, в машинах. У каждого по две машины. Люди перестали ходить по улице. Означает капец, понимаете? То есть если нет друзей, человек лишается вот этой энергии человека, и они, люди становятся как суслики. То есть они, понимаете, постепенно, без наполнения друзьями, подружками, вот человек, он атрофируется как личность. Он не может ни с кем познакомиться, поговорить. Он становится как, понимаете, как замкнутая такая система, которая становится все нервнее и нервнее. То есть работа истощает психику, жена истощает, дети истощают, телевизор не наполняет, просто переключает. Телевизор не может наполнить, просто человек отвлекается, понимаете, как это, как наркотик. Отвлекается от того, что у него есть жизнь. Получается, что он нигде не наполняется, понимаете? Он ни природой не наполняется, ни людьми не наполняется, Богом не наполняется. Он только расходу деца. Поэтому главная причина всех разрушений в жизни это истощение, понимаете? Вы смотреть уже друг на друга не можете. Почему? Потому что вы просто истощены, а вам кажется, что виноват близкий человек, что у нас несовместимость. А эти астрологи, психологи еще помогают это понять. Потому что в большинстве своем они не врубаются в эти темы, как человеку надо правильно жить. Понимаете? Я не против, если хороший человек правильно все делает, тогда нормально.